доброго здоровья друзья прошлой серии мы с вами аргончик начали делать пора бы его уже начинать использовать таким образом мы будем делать с вами вот такие вот буллы эндериум допит монокристаллин силикон буллу для этого нам понадобится для начала сделать эндериум инготы которые делаются вот из такого порошочка для того чтобы сделать такой порошочек нам понадобится эндер перлы черная сталь и эндериум бейстаст эндер перлы делаются из калия и берилли а эндериум бейс даст делается из латины и ребра и олова поэтому мы берем сюда забираем 15 азотика выбрали пошел вот берем идем в наш оттенки нити реактор туда это вынимаем это заливаем и это засыпаем и ждем а готова 30 штучек скажем так на будет теперь делаем эндериум бейс даст это делается в миксере будет путь и сюда ум бум бум готова так 4 штучки откладываем тут две штучки откладываем опять же в миксере с двоечкой это смешиваем берем 6 штучек там по одному одному берем 6 или и перебор идем сюда с 11 один заливаем или туда высыпаем эндерем даст и ждем но или 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 у меня что силикона место офигеть эндерем эликона 18 карбона сделает не вопрос кар 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 а так и и видеоксидом вот так я закончу это сделаем диоксиде ты вернемся так и ведь и кончика готова и нам силикончик нужен нужно засунуть в компрессор а пока нам нужно 8 я свернемся так и лифт он это откладываем и мы получим еще м таких штучков а пока на там вытворяет возьмем 1 2 3 4 4 аргона вот лобысь вот ровно 8 так ты у нас делаешь ты паркой и парка никакой туда мы заливаем аргон а сюда мы засыпаем вот эту штучку она нам говорит вот и 140 мать его три секундочки делать пока она будет делать мы идем сюда в прошлой серии также я говорил что мы будем делать а серную азотную кислоту в большом химическом реакторе за один проход то есть чтобы не перекладывать результаты выхода на вход и будем делать сразу ну и начнем стоит азотный я тут уже подготовил материалы так это все заберем и будем по дороге вам рассказывать так для начала соберем большой химический реактор для производства азотный что нам для этого понадобится так 2 input хитчи то куда мы будем заливать ставим мы будем делать азотную кислоту вот под такой схеме за два прохода то есть из одной воды 1 азота и 2 кислорода мы будем получать сразу на выходе две азотные кислоты для этого нам понадобится 1 1 вода 1 азот то есть мы ставим 2 mv input хитча для азота и воды и 1 hv input хитч в два раза больше чем крайний для кислорода видите 1 к 2 дальше первом цикле когда она будет вмешивать азот с кислородом мы получим 3 диоксида азота то есть 1 output хитч куда будет попадать диоксид азота нам нужно емкостью 3 раза больше чем самый маленький наш поэтому первый а вот тут хитч да он будет попадать и оставлю его на 128 дальше из этого а вот под хитча в этот input хитч будет сливаться результат если я все соберу и дальше вам буду показывать energy хитчи я ставлю в середину потому что питание будет у него снизу эти и закрываем его не говорим его чтоб он отвернулся дальше делаем ой вот так не прыгать вот так и остальное а не все остальное так сверху ставим 2 input баса самых маленьких на одну дырочку который мы засунем 2 микросхемки на единичку и на троечку потому что у нас два процесса будет первый процесс будет работать эти микросхемы второй процесс будет работать с первой микросхемы поэтому мы вот так делаем и все остальное закрываем вот этими штучками так требуется обжуливание с мы сделаем обжуливание проведем снизу питание и я подойду и мы закончим настройку нашего пхр так питание подключено настройка проведена обжуливание теперь давайте сделаем финальную финальную настройку для этого нам понадобится капсула с диоксидом азота и капсула с готовым готовый азотной кислотой зачем сейчас покажу первой реакцией которая будет у нас проходить это смесь смешивания азота с кислородом для получения диоксида азота попадать он должен вот в этот аут под хеч чтобы бхр знал что куда совать мы берем капсулу с диоксидом азота и правой кнопочкой нажимаем вот сюда и тем самым мы показываем бхр что именно в этот аут под хеч должен попадать результат 1 ряд и говорим его отвернись в этот input хеч куда она будет сливаться дальше вторая реакция это производство самой азотной кислоты из полученного диоксида азота и воды чтобы бхр не ошибся ну что если вы этого не сделаете на выходе у вас будет просто монооксид азота н о поэтому мы берем азотную кислоту и также правой кнопочкой нажимаем сюда теперь осталось залить в наши input хечи необходимые ингредиенты мы возьмем 1 зальем 5 азота во второй зальем 10 кислородов вот для этой реакции 3 зальем 5 водички я взял таким образом чтоб на выходе получилось 10 азотной кислоты теперь подходим к нашему химическому реактору и тоненько бьем его по морде и вот сюда начал выступать отсюда азот диоксид азот который после окончания реакции дает нам необходимую азотную кислоту но все-то получилось маловато странно сейчас разберемся от хим интересно мы когда установили input басы с микросхемами них есть собственная айди 1 и 2 2 строчка сверху так вот в input басе с айди один нужно установить микросхему а первый ряд то есть вот эту троечку и соответственно во втором вот это а уже который будет делать сам азот азотную кислоту давайте повторим заливаем азот заливаем воду и заливаем крислород и смотрим вот она начала накапливать диоксид азота по три штучки накопила все что ей необходимо и начала делать нам азотную кислоту должно получить 10 8 10 мы сделали мы настроили теперь наш бахвер готов к производству азотной кислоты в автоматическом режиме как вы будете подавать сюда это ваше тело вручную в помощь а ешки это уже вам делать и как вы будете вытаскивать отсюда я уже потом проведу надо будет еще сделать трубы края проведу и буду сразу сливать уже в этот самый мультитанк теперь сделаем второй бахерчик поставим сейчас его установлю и будем делать термин скоро вернусь так очередной бахерчик установлен этот бхр будет заниматься производством серной кислоты за один проход специально для большого химического реактора есть вот такая вот такой вот рецепт где из одной воды 3 кислорода и одной серой микросхемой 24 мы будем сразу на выходе получать серную кислоту давайте проверим на входе у нас два input хетча для воды я буду использовать мв на 32 ведра для кислорода hv на 64 ведра мало ли вдруг захочу по максимуму хотя здесь должно быть побольше и один input bass и установлена два четвертая микросхема и сюда мы засыпаем нашу серу дальше первый заливаем воду там уже было я проверил чтоб все работало во второй заливаем кислород и вот он начал 6 секунд нам колупать на один проходик и заткнулся и на выходе нам дал терную кислоту просто весело и хорошо так что вот так вот мы обзавелись двумя большими химическими реакторами которые в автоматическом режиме нам будут потом со временем когда мы к ним подключим автокрафт а это будет обязательно будут выдавать нам на гора азотную и серную кислоту потому что в дальнейшем нам и одно и второе и их смесь азотная смесь то есть весь азотный и серной кислоты нам в дальнейшем понадобится в больших количествах для различных нужд различные нужды это это вот это когда мы будем делать ракету третьего уровня вот этой смеси азотной смесь нам понадобится просто сумасшедший клей а для производства вот такого туэна талуен 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 у нас есть есть у нас талуен у нас есть талуен вот так что для это один из применений а динамита нам понадобится для производства упс ракеты так и наша ракета вот для производства ракеты понадобится огромное количество это только здесь для других нужно посчитал там тут не две как минимум так что вот так мы на сегодня мы закончим да я тут у кошками покрыл потому что здесь там проводочки чтобы не заходить вот в эту зону проводочками видеть то где потому что за кадром я займусь производством сделаю второй этаж нужен потому что он уже переполнен и вот это вот бандуряка работает в холостом режиме так есть еще один вопрос дамы энд господа вот лазер я вот шип и о подумал я не знаю с лазерами в жизни никогда не работал пока я не сделал вот эти вот печь и для разводки основной разводки питания на базе я посмотрел как раз сторону лазер и подумал можно может ли вот этот супер конденсатор работать с лазерами наверняка может и можно ли использовать лазер для разводки основного питания по базе куда-нибудь запулить там принять и разводить кто может прояснить ее ситуацию буду очень очень рада ладно мальчики на сегодня я закончу вот это все колупо и лупой о мышь забыли о готова 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 а что-то мы там с вами еще не доделали вот это не доделали эмеральдовой линзочкой а потом а давайте этот песника соковский закончу раз уж хоть началась такая не сюда а пешку туда отнес для начала нам надо его самого порезать ваш мать и это в кутинге так тут есть эмеральдовая линзочка есть заберем так путь дождем немножко так готова теперь и ладно сейчас проверим о может он может им еще так сделали а соку теперь опять его режем но вы немножко ждем так вот и а соки ехали вести дашь солнце моё молодец спасибо зачем нам нужны а соки а соки нам нужны во первых для производства очень больших компонентов ранее а во вторых для прямого здания а швэшных нано процессоров третьего уровня без использования м в процессоров и микросхем потому что а швэ нам тоже нужно так что вот так ну все мальчики девочки друзья мы на сегодня закончили то что нам необходимо мы сделали осталось только провести здесь результаты скажем как сливать в наш мульти танк потому что в результате этих он у меня там 23 азотной теплоты есть если то что мы с вами сделали остальное то что я тут экспериментировал проверял работу вот чё на этом с вами попрощаюсь ставим пальчики вверх вам не сложно мне приятно подписываемся не пропускаем и работаем дальше а так всего вам хорошего до скорых пор пока пока